Если он тебе будет интервью брать на YouTube, если будешь дать интервью, он не будет снимать лицо, если ты боишься. Можно снимать лицо, но ничего. Но, для него, можно, можно снимать его на камеру. Он из России. Хорошо, хорошо. Нет, нет, нет. Он говорит, что он говорит. Я буду переводить, если он не понимает. Ты из России, только прием. Я из России, и я приехал в США на 23. Как вы приехали? Извините. Как ты сюда приехал? Я приехал в Гейпрай. Ты турист? Или ты живешь здесь? Я турист. Я турист. Что это значит? Он турист из России. Он настоящий русский. Я из Сочи. Я из Сочи. Но я не хочу сделать что-то, что будет危険ить твоих родителей, или ты, когда ты возвращаешься. Он говорит, я боюсь, что я сейчас покажу на камеру, интервью, на YouTube, чтобы не было проблем в стране не было у тебя. Это не проблема, потому что я буду сидеть в стране. Хорошо. Я попробую помогать тебе. Дай мне одну из моих карт. Хорошо. Кто еще? Я могу найти другие люди, которые поговорят? Ты поговорим. Хорошо. Что это значит в России сегодня? Путин становится ужасно, как я скажу, открывает гей-бары в разных местах? Или нет гей-баров вообще? Как ситуация в России сейчас? Гей-бары наоборот закрываются, или наоборот открываются больше? В Сочи было закрыто два гей-бары, но сейчас есть один гей-бар. Потому что один гей-бар был закрыт. Другой гей-бар, Маяк, работал в Олимпийске, и в Сочи. Я не хочу закрыть гей-бары, потому что у нас было много проблем в Украине. Но, как я говорю, ты в опасности, что гей-бары будут разрушены, и вы разрушены? А опасность есть, например, что гей-бары будут разрушены? Это возможно. Потому что, я думаю, что у нас было много проблем в Москве с гей-барами. Полицейские комфобские люди приходили к гей-барам. В Москве политевые комфобные люди приходили к гей-барам, и сделали их правильные вещи. Сочи это как бы прогрессивная культура по сравнению с Москвой или Львовиной? Культура не очень прогрессивная культура, потому что у них нет открытых гейсов в Сочи, только я и никто в Сочи говорит о ЛГБТ, только я протестировал в Сочи во время Олимпийских гейсов, только я в Сочи во время Олимпийских гейсов, и я провел интервью. Я был первым на радио и ТВ, и первым, который показывал в США, но мы не имели диктатуры, как Путин, на голове. Он был из первых ЛГБТ лидеров, которые в Америке начали дискуссию про гейсов в 58-м году. Это моя литература из 1962. Я брал, они не позволили, это для вас. И они сказали, что я был кар-карринг свист, и это из 1962, историю свиста. Я был самым только настоящим Маттачино, еще и я был паренчат в кухне, до головы, по-настоящему, по-настоящему миру, с моим знакомым доктором, и я сказал, что я был лишь паренчат с Гейсовом, если Гейсов-решен-спекинский гейсов, когда я паренчат с нами, или у нас, или у нас, а пора группа от Герезий Сити, или у нас есть у Строекорп-корп, Раджики, мы должны рассказать твою историю как американец. Они ходят по всей стране, это называется «Алтлайл» Он специально пришел маршировать с русскими, он хочет поддержать русских Спасибо за поддержку, это очень важно для нас, чтобы понимать, что мы не один. Друзья, это моя помощь. Это для людей. Я делаю их, я их выставлю, и у меня есть тысячи человек, они говорят, что в Америке, в Америке, они очень слабые, они рыбные, они свободны, они свободны и свободны, они более интересны от 1,132 права, чем в России, вы должны быть выставлены. В Сирии, они хранят, и в Иран, они хранят, и в Ираке, они хранят хранили, потому что они хранят, они хранят гей-мемберов из семьи, потому что это считается дискрейцем. Так что если они не выставят, они не выставят голову, если кто-то в своей семье хранит тебя, так как они хранят женщину, которая хранит человека в Афганистане, за то, что они называют дискрейцем из семьи. Он говорит, что, например, в Америке мы все приокупированы, например, с гей-мембергией, а он говорит, что мы забываем, что в других странах похуже ситуация, мы должны заботиться о тех проблемах, например, как в арабских странах, и в России, где ситуация более похуже. Вот он об этом и говорит. Да, и в России ситуация очень хорошая. После олимпийских геймах много людей, и активисты, которые поддерживают LGBT, которые не поддерживают Путина, люди, которые говорят, что мы должны покупать олимпийских геймах. Сейчас у них много проблем с российским секретным департаментом. Леди Гага, не знаю, что вы сделали на флагах или на Мадонна? Кто-то показывал на флагах. Он говорит, что Мадонна или Леди Гага в России показывали на флагах и у него были проблемы. Да, да, Мадонна и Леди Гага были проблемы, но русские активисты были ужасные проблемы. Российский департамент пытается в пустыне людей. И мой парень сейчас в России есть проблемы. Российский департамент пытается вставить его в пустыне. Какая права для того, чтобы сделать любовь с ребенком, с которым вы любите? Какая права для того, чтобы сделать любовь на пляже? Например, если поймают в России, например, если два парня занимаются любовью, например, на пляже, что-нибудь такого, если вас поймают, то вас могут вставать, в тюрьму посадить, или такого еще нету. политики могут уничтожить этих людей. политики или хомофобики могут уничтожить этих людей. Он говорит, русская церковь этого поддерживает. Да, русская церковь это поддерживает. И русская церковь говорит, что мы должны уничтожить людей. Да, потому что в Америке группа «христианское право» является семьи политики это именно это graves такие наши разные Когда доброго выезжаешь в Россию? Я боюсь, чтобы вернуться в Россию. Я боюсь, я очень боюсь. Это очень тяжело вернуться. Как вы сможете survive? Вы должны ответить мне. Как вы сможете? У вас есть деньги от дома? Как вы живете здесь? У меня есть деньги. Не много денег. И я буду делать что-то. Это мой интерес. Да. Как вы сможете сделать это на Ютубе? Что вы скажете? Потому что они могут быть убеждены или убеждены, если они протестуют, потому что в стране и власти, и люди против них. Кто-то сможет выйти . Присаживайте это. Как ты смешаешься? Я могу помочь. Могу помочь. Я попробую помочь. Субтитры сделал DimaTorzok